Инар Альбертович, сегодня состоялось очередное заседание комитета по бюджету. Я знаю, что вы внесли на рассмотрение 9 поправок к проекту закона о финансовой ориенте лизинга. Расскажите о самом законопроекте и в чем ваши правки. Да, действительно, сегодня состоялось очередное заседание комитета. И там, в частности, рассматривался вот этот законопроект, о котором вы говорите. Третья статья раскрывает понятие субъектов лизинга. И вот там вот в первоначальной редакции было сказано о том, что лизингодатель и лизингополучатель – это физические или юридические лица, которые за счет привлеченных собственных средств приобретают собственность предмет лизинга, если коротко говорить. Но тут, на мой взгляд, необходимо было все-таки конкретизировать, что физические лица – это должны быть те лица, которые зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Так как в любом случае этот законопроект, он будет регулировать сферу, вот как я уже говорил, правоотношений финансовой аренды. То есть это предпринимательская деятельность и, соответственно, предполагает уплату налогов. И тут нужно, на мой взгляд, было конкретизировать, еще раз повторюсь. Следующая поправка, и на мой взгляд, она существенная, одна из основных поправок, она касается именно сути того, что может быть предметом лизинга. Согласно первоначальной редакции закона проекта, предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество. И вот тут вот у меня возникли опасения, они создаются ли условия для некой формы приобретения и продажи жилищного фонда, жилой недвижимости. Поэтому я вот предложил коллегам рассмотреть возможность включения в текст законопроекта следующее содержание, которое позволит вывести объекты жилищного фонда из-под действия этого законопроекта. Я предложил коллегам включить в текст соответствующей статьи норму, которая выводит жилищный фонд из перечня предметов, которые могут подлежать финансовой аренде. Вот простыми словами, на мой взгляд, любой человек, любой гражданский этнической принадлежности мог бы заключить с гражданином Абхазии договор аренды, к примеру, частной собственности, жилого фонда. И в этом договоре прописать условия и возможность его выкупа в собственность последствий. Понятно, что при дальнейшем оформлении данного вида собственности, законодательство не дает возможность это сделать. Но тем не менее, чтобы из этого проекта закона и закона в последующем исключить вот такую двойную трактовку, я посчитал необходимым включить эту норму и прописать четко, что жилищный фонд не может быть и не может являться предметом лизинга и финансовой аренды. Коллеги в комитете единогласно проголосовали за представленные поправки. Теперь следующий этап, этот законопроект уже с внесенными поправками и рекомендациями заключением комитета будет вынесен на сессию к второму-третьему чтению.